Друзья, это Зона Лазерсона, здравствуйте! Сегодня куриные наггетсы и куриные чупа-чупсы. Все то, что любят взрослые. Детям не давать! Ну, конечно, вы понимаете, что я сейчас все поменял местами. Конечно, дети это любят, но взрослые тоже втихаря любят съесть наггетсы. По сути, я вам сейчас покажу два вида куриных наггетсов. Просто один будет более-менее такой классический, а второй такой немножко с выпендрежем, я его называю чупа-чуп с куриной. И к этим двум видам наггетсов я сделаю один шикарный соус. Он подойдет к этим двум видам. Ну, курица потому что, да? Сейчас я нарежу курицу. Филе, конечно, потому что наггетсы готовятся из филе. Ну, кстати говоря, либо наггетсы можно готовить из куриного фарша. Но сегодня будут натуральные наггетсы из филе. Вот посмотрите, какие у меня классные филешки. Они большие, вот тут малое филе. Я пока его уберу, я, может быть, там дикое количество наггетсов делать не буду. Это будут наггетсы. А сейчас я уже возьму чупа-чуп сики. Вот чупа-чуп сики можно уже делать... Вот я взял малое филе. Тут будут кусочки, может быть, чуточку, в общем, потоньше. Да, потому что вы увидите, почему, но потоньше. Значит, вот эти, которые будут у меня чупа-чуп сиками, я чуть-чуть подварю. Это связано с тем, что они при жарке могут не приготовиться до конца, поэтому я чуть приварю. Вот, смотрите, немножко соли, кипяток. Я сейчас их брошу в кипяток, ну, буквально 2 минуты. Этого для курицы вполне достаточно. Вот, смотрите, закипает. Сейчас у меня вода. Я сейчас возьму эти будущие чупа-чуп сики в кипяточек подсоленный. И можно отсчитывать 2 минуты. Пока я таки отсчитываю 2 минуты, я возьму наггетсы будущие, да, и их просто присолю. Они должны иметь натуральный вкус. Вот здесь никаких специй не будет. Это моя принципиальная позиция. Тут еще соус даст, так сказать, вкуса им, а вот я просто присоливаю наггетсы. Посмотрите, ну да, вот куриное филе побелело. Вот куриное филешечка у меня хорошо сейчас булькает. Вот, ну, сколько тут времени прошло? Ну, может быть, уже больше минуты и прошло, да, и сейчас потихонечку вот тоже их буду вынимать. Они у меня еще, смотрите, будут готовиться, когда я их выниму, потому что я не буду их охлаждать. Все, вынимаю. Вот представьте себе, сейчас в этой миске эта филешечка еще продолжает вариться, да, потому что оно горяченное. Я сейчас чуть-чуть приправлю соевым соусом. Я посолю их соевым соусом. Вот пусть они вот так чуть-чуть, они сейчас немножко всосут в себя соевый соус. Есть. Я убрал доску, потому что она мне уже не нужна. Значит, теперь то, что будет таким у меня наггетсом. Я наггетсы сейчас запанирую в муке. Сейчас я сюда добавлю чуть попозже муку. А вот в этой мисочке, где были наггетсы, я сделаю льезон. Его можно теоретически чуть-чуть присолить, даже дать в него немножко сахарку. Капелька воды и немножко муки я всегда люблю добавить в льезон. Тогда мука, когда есть мука в льезоне, лучше бы клеить льезон. Потому что льезон это такая штука, на которую хорошо наклеивается панировка, верно? У меня сегодня наггетсы будут в двух... Двойная панировка. Мука, льезон, сухари. Я думаю, что вы это уже поняли. Значит, вот пакет, вот мука. Я люблю панировать в муке в пакете. Я думаю, что вы это уже знаете. Я панирую наггетсы в муке. Посмотрите, вот у меня сухарики. Я могу сейчас работать, видите, ребята, весьма массово. Теперь я их беру, вытряхиваю сюда, кладу их массово в льезон. Купаю их в льезоне. И вот у меня есть вилочка, да? И на сухарики панировочные. Здесь еще, конечно, ребята, большое значение имеет соус. И вы сейчас посмотрите, как я сделаю его весьма... Ну, думаю, что интересно. Вам наверняка понравится. Вот я их кладу на тарелку, чтобы они чутка подсохли. Уже запанированные. Мне уместно все наггетсы запанировать, а потом уже все массово, ну, партиями, естественно, жарить. Вот такие изделия, ребятки, панированные в сухарях, не надо сразу жарить. Если такие изделия, будучи уже запанированными, полежат немножко, панировка к ним лучше приклеивается. Они тогда меньше ее теряют при жарке. Теперь, пусть они пока подсыхают, я приготовлю тесто для чупа-чупсиков, для второго типажа наггетсов. Смотрите, вот это остатки муки от панирования. Чтобы она не пропадала, я ее использую. Вот крахмал. Крахмала где-то третья часть от муки. Картофельный, кукурузный, это не важно. Разрыхлитель пока не кладу. Водички добавлю. Я сейчас сделаю такое весьма жидкое тесто. Солить его, это тесто, тоже не надо. Чуть гуще, чем на тонкие блинчики. Чуть гуще, чем на тонкие блинчики. Это тоже есть. И теперь я возьмусь за приготовление соуса. Значит, смотрите, у меня есть мытое яйцо сырое. Не бойтесь этого. Сейчас проблем с этим не будет. Сейчас я добавляю сюда где-то 2 столовые ложки горчицы. Горчицы. Немного соли. Сахара не добавляю. Сейчас я начну это, ребятки, бить. По сути, я сейчас сделаю такой, знаете, горчичный майонез. Там будет усиленная доза горчицы. Вот растительное масло, майонезная технология. Растительное маслице сейчас сюда даю. И посмотрите сюда, достаточно много меда. Это называется такая горчично-медовая эмульсия. Если у вас, допустим, мед застыл, его можно растопить, расплавить в микроволнухе. Вот такая горчично-медовая эмульсия. Смотрите, такая густая. Значит, это будет соус для подачи. Значит, я нагреваю масло в сотейничке для жарки во фритюре куриных чупа-чупсиков. Масло греется. Я ставлю сковородку для жарки классического наггетса. Растительное масло. Я сделаю промокательную станцию для двух видов. Чтобы что из сковородки, что из масла я положу на салфетку, чтобы убирать лишний жир. Смотрите, что я пока сделаю. Помните бланшированные кусочки курицы? Я сейчас их вот так вот, смотрите-ка, надеваю на шпажку. Ну, это палочка шашлычная. Я чуть-чуть сломал их, чтобы они были несколько покороче. Ну, чупа-чупс, потому что, верно? Так надеваю. То есть, смотрите, я надеваю так, что палочка за пределы кусочка не выходит. То есть, кончик не протыкает сильно, да? Он внутри находится, кончик шпажки. Все, наггетсы я кладу жарить. И я продолжу пока надевать чупа-чупсики будущие на палочки. Ну, вот, можно уже разочек перевернуть. Потом еще перевернем. Тоже там дико долго жарить не надо, чтобы куриная грудка оставалась внутри, ребятки, достаточно нежной. Маслица у меня уже тоже на мази, но пока еще рано. Чупа-чупсики пока у меня, видите, своей нижней частью, они мясом еще лежат, контактируют с соевым соусом. Они продолжают немножко, собственно говоря, ребята, промариновываться у меня. Наггетсы тоже можно жарить во фритюре вот здесь. Но я решил показать уже два способа, так сказать, тепловой обработки. Вот этот небольшой уже явно готов. Он поступает на салфетку. Да, вот эта вся первая партия готова. Дожаривается вторая. Я сейчас вот вам покажу. Да, ну, смотрите, хорошо смотрится. Вторая партия уже жарится быстрее, потому что маслица нагрелась получше. Ну, вот я думаю, что, кстати, здесь маслица тоже уже неплохо нагрета. Ковшики, да, потому что сейчас я буду жарить во фритюре. Ну, теперь смотрите, что я пока, пока вот так воткну в муку, в стакан с мукой, пару палочек, так сказать, этих. Ну, это тоже панирование в муке должно быть. И теперь, помните, я сделал жидкое тесто из муки и крахмала? И вот теперь перед началом работы сразу нельзя добавляется разрыхлитель. Хруст обеспечивает. Сразу нельзя добавлять. Разрыхлитель теряет свои свойства, если он долго в тесте находится. Вот разрыхлитель. Сравнительно много, кстати, сюда добавляется разрыхлителя. Все, эти, ребятки, готовы. И сейчас я уже буду заниматься только чупа-чупчиками, потому что один вид готов. Наггетсы. Ну, что ж. Значит, теперь смотрите. Теперь тесто. Вот, смотрите. Тесто-стекло. И прямо на палочке начинаю жарить. Тесто немножко раздувается. И эти кусочки, ребятки, вот они маленькие совсем, округляются у меня. Они уже больше похожи на шарик. Хотя тут ровного шарика, конечно, не будет. Это тоже, знаете, такое условное название. Да, и вот так тоже аккуратно, без фанатизма, это жарится. Здесь, почему я подварил, да, потому что, чтобы кусочки успели приготовиться внутри. Потому что здесь процесс тепловой обработки в масле занимает совсем немного времени. Ну, относительно немного. Посмотрите, да, как они округлились. Потому что тесто за счет разрыхлителя раздувается и становится очень хрустким. И такие штучки хрустят весьма и весьма долго. Сейчас я пока остановлюсь, потому что я уже сейчас первую партию чупа-чупсиков выну из сотейничка. Видите, у меня палочки не попадают в масло своей верхушкой. Это, смотрите, новая салфетка. Для того, чтобы обесточить чупа-чупсики, посмотрите, вот, да, такой золотисто-коричневый цвет готов. Эти еще немножко дорабатываются. Здесь тоже, видите, жарка все-таки не очень быстрая, чтобы все-таки они успели еще внутри догреться. Значит, соус, это важно, да. Соус такого эмульсионного типа, медово-горчичный, он шикарно к этому, ко всему подойдет. Ну, вы можете взять и томатные, это уже, вы можете сделать соус со сладким чили, например. Я уж не буду тут вам рассыпаться. Вот я прямо сейчас букетом достану пять таких завершающих чупа-чупсов. Хотя, посмотрите, их можно подавать на тарелки вот так, палочками вверх. Видите, если букетом, то они хорошо устойчиво стоят, видите? Ну, смотрите, дорогие друзья, мы сейчас вот так вот сделаем, да, чтобы соус был между двумя типажами наггетсов. Хотя, вот это я называю наггетсами, а это я все-таки называю куриный чупа-чупс. Так что берите своих детей и вместе с ними я вам рекомендую сделать вот такие классные штуки. Они хороши и для обычной жизни, они хороши и для праздника, для дня рождения детского и так далее. Так что давайте делать альтернативу коммерческому фастфуду. До встречи на зоне. Пока.